В этом видео мы познакомим вас с таким фактом. Возможно, вы не знали, но существует много разных видов махамантры. Я покажу вам эти виды махамантры и попрошу вас сделать одно упражнение. Это видео будет очень простым. Я попрошу вас сделать упражнение, чтобы понять, какую из множества махамантр вы повторяете. Вы подумаете, «Минуточку, есть только одна махамантра». Правильно. Но я слышал много махамантр, и думаю, что вы их тоже слышали. Недавно я был на ретрите и сидел рядом с одним преданным. Он читал одну из махамантр. Вот так. Я подумал, «Что ж, круто!» Он, вероятно, прочитывает свои круги за 45 минут. Затем был преданный, у которого уходит на чтение кругов 3 часа. Возможно, вы слышали такое. И еще есть разные промежуточные варианты. Хари Кришна, 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 Хари Хари. Можете себе представить, сколько бывает вариантов. Возможно, вы слышали много версий, но вопрос в том, какой вариант повторяете вы. И вот что я прошу вас сделать. Когда вы повторяете свои круги, знаете, для чего создан ваш телефон? для того, чтобы записать ваше воспевание. Мы обычно говорим, «Выключайте свой телефон, когда повторяете джаппу, но в этот раз включите свой телефон и включите на нем диктофон». Забудьте, что телефон включен, и просто воспевайте. Если вы будете помнить, что телефон включен, вы постараетесь воспевать идеально. Поэтому я хочу, чтобы вы забыли об этом. Возможно, через несколько минут вы забудете. Просто включите диктофон и запишите свое воспевание. И выясните, какую мантру вы повторяете. Возможно, вы подумаете, «Нет, нет, нет, я повторяю правильную махамантру из 32 слогов». Хорошо, надеюсь, что так. Но готов поспорить, что многие из вас этого не делают. И вы об этом даже не знаете. И то, что вы этого не знаете, это уже совсем другой вопрос. Это означает, что вы не слушаете. Потому что если бы вы слушали, вы бы это знали. Это первое, что я хотел бы, чтобы вы сделали. Но, пожалуйста, не играйте для записи. Если вы будете играть, то сделаете все идеально. И вы никогда не осознаете, что на самом деле, обычно, вы воспеваете неидеально. Второе. Когда вы будете переслушивать, подумайте, что вы ощущаете, слушая свое воспевание. Представьте, что вы Кришна, и Он слушает это воспевание. Как вы думаете, что Он чувствует по тону вашего голоса? Каковы ваши эмоции? Иногда мы воспеваем, и это звучит так. Хри Кришна, Хри Кришна. «Хари, Хари, Хари, Рам, Хари, Рам, 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 Хари, Хари». Я надеюсь, что у вас так, но, может быть, вы не всегда так воспеваете. Но представьте, что Кришна слушает ваше воспевание. Проанализируйте, каково настроение, о чём говорит ваше воспевание. Первый тип воспевания говорит, «Мне это не нравится, мне скучно». Второй вариант — это что-то вроде, «Кришна, позволь мне любить тебя, позволь служить тебе». Если выразить ваше настроение словами, какие это были бы слова? Будьте объективны и честны. Проделав такой анализ, вы увидите, что вам нужно исправить. Это очень хорошее упражнение. Мы часто делаем его на джапо-ретритах. Звучит очень просто. Нет, это же упражнение для детей, а не для взрослых. Но один очень зрелый преданный сказал, что из всего 16-часового семинара это упражнение было наиболее трансформационным. Кто бы мог подумать? Пожалуйста, попробуйте. Это легко сделать. Просто запишите себя на диктофон, когда будете завтра утром читать свои круги. Прочитайте несколько кругов. Вы можете сделать это в разных местах. И прослушайте, чтобы понять, действительно ли вы повторяете настоящую махамантру из 32 слогов или один из вариантов, созданный небрежно повторяющими мантру людьми. И каково ваше настроение? Джай Прабхупад. И будьте осторожны. Полученные результаты могут вас сильно удивить. Субтитры создавал DimaTorzok